и всем привет с вами канал культурный код я игра глаз сегодня очень важное видео 50 около 50 вещей которые ни в коем случае нельзя делать в израиле именно с точки зрения законодательства также некоторые рекомендации я дам то есть цель этого видео я прям к нему готовился дать возможность новым репатриантам и людям которые живут в израиле понять как избежать больших штрафов до что в израиле вас за многие вещи могут серьезно штрафовать ценно предупрежден значит вооружен и так первое тут есть тихий час в израиль есть тихий час с двух часов до четырех а в некоторых муниципалитетах и до пяти часов 2 4 сейчас лучше не шуметь в это время громко музыку не слушать а вот потому что могут на вас нажаловаться и вообще конечно сразу как важно сказать что тут в разных областях страны в разных муниципалитетах разные правила в некоторых тихий час с двух и четырех некоторых с двух до пяти в некоторых местах там одни за вред никто других вот это все варьируется от того места где вы находитесь поэтому обязательно загуглите например я вот когда играл на гитаре на улице в эйлате вообще по факту я не нашел закона закона который это разрешает делать в эйлате такой закон есть в тель авиве а насчет эйлата непонятно то есть вот некоторые моменты нужно гуглить уместно спрашивать вот он с двух до четырех везде тихий час поэтому лучше в это время не шуметь также кстати есть запрет на громкую музыку на пляжах то есть если вы на пляже и кто-то включил дурацкую колонку то человеку официально выпишут за это штраф что меня очень радует потому что им бесит когда я лежу на пляже отдыхают читаю книжку и рядом долбит что-нибудь в египте например у меня такое было в прошлый раз когда был в египте рядом со мной сидел чувак все время слушал эту колонку в израиле вы с такими мучениями не столкнетесь следующий интересный запресс нельзя рвать цветы ну как бы мы привыкли гуляешь по москве сорвала ромашку кунти идешь дальше и никто тебе в жизни не за это не оштрафует тут за это могут вас оштрафовать на несколько сотен шекелей а если вы с дуру в каком-нибудь национальном парке в какой-нибудь ооп особо охраняемой территории где-нибудь сорвете кунти листочек чего-нибудь то вас могут на несколько тысяч шекелей оштрафовать то есть в израиле блин не трогайте растительность у меня есть дурацкая привычка я когда я иду я очень люблю ну просто москве всегда у меня было я когда иду я срываю кинь травинки туда-сюда иду или себя пару раз на этом ловил и примутся по рукам бил потому что могут штрафануть очень серьезно в общественных местах любые вот срывать цветок какой-нибудь или кунти стебелек не надо это делать этому можно жестко попасть следующий момент нельзя кормить птиц в городских парках если вы вдруг очень любите кормить голубей например будьте готовы что вам пролетит штраф очень большой за это то есть не то что там уток вообще уток ни в коем случае нельзя кормить хлебом для уток нужно покупать специальный корм у нас в россии тоже никто это не знает ни в коем случае уток не кормите хлебом это очень это опасно для их здоровья специально нужно покупать но тут это просто запрещено в целом вы не можете кормить я видел многие люди как бы кормят по факту мы про это сейчас поговорим то что законов много но не все очень так их следует этим законам но в этом плане как бы была новость тоже какую-то женщину штрафовали за то что она кормила голубей короче не кормите тут птиц потому что сами ли это птицам вредно птицы должны сами червячков всяких есть всяких вредителей жуков тараканов а то что вы их кормите вы только вы делаете хуже и птицам и себе и в общем не наш следующий момент ни в коем случае не собирайте на пляже кораллы неважно на каком пляже вот любые кораллы под запретом в израиле не то что там вывести вот в египте например нельзя вывести кораллы заграниц из египта тут их просто нельзя даже вы на пляже взяли коралл положили в карман все вы нарушитель вам большущий страх но допустим ракушки собирать можно если вы собираетесь на берегу средиземного моря я специально узнавал потому что мне важно я люблю всякие собирать камушки ракушки на берегу средиземного моря ракушки или камушек можно взять на берегу кукурасного моря не дай бог вы возьмете что-нибудь оттуда кути ракушку вас выдерут просто если могут просто вот даже на границе когда вы него никто не будет то есть как раз будут разбираться откуда у вас эта ракушка могут позвать эксперта которая сделает анализ этой ракушки и посмотрит с какого она моря средиземного или с красного если с красного вы попали на большущий штраф вообще на красном море ничего не тащите только на средиземном можно что-то взять но кралы нигде не следующий момент важную вещь сказать просто постоянно вижу этот вопрос сколько можно из израиля вывести денег 10 тысяч долларов ну или вот их если в шекеле перевести долг 10 тысяч долларов на человека если больше нужно все это в декларации указывают некоторые люди вывозят и сильно больше и без декларации я читал такое вот но лучше не рисковать и все декларировать если вы такой богатый человек следующий интересный запрет тут можно ходить по траве в парках я вообще когда приехал в израиль я сначала боялся наступить просто на траву потому что ну я вижу что это вся трава в южных областях страны она в центральной она на поливе поэтому я подумал наверное тут запрещено хоть по траве так как она вся на поливе на самом деле нет практически везде ходить по траве можно но нельзя устраивать на этой траве пикник вот то есть в газоны в парках нельзя там взять и замутить там мангальчик пикничок нет за это вас очень жестко штрафанут есть специально оборудованные зоны для пикников можно их найти но в целом как бы почти везде можно ходить пешком по травке и никто вас за это не ругает а вот и пикники нельзя все есть на этой траве там и тусить нет следующая вещь нужно посидеть тоже можно но вот какой-то не устраивает там прям такой полноценный так сказать с мангалом со всеми делами следующий интересный запрет это ездить на велосипеде без сказки я начал прочитал и написано было везде мол тут тут вообще запрещено ездить без сказки не просто все время вижу людей без сказки и потом я прочитал уточнил оказывается без сказки нельзя если младше 18 лет то есть если тебе младше 18 лет и ты без сказки штраф будет большой если ты взрослый человек можешь ездить без сказки хотя типа рекомендуют сказка но я извините никогда в жизни на велосипеде сказки в каске не ездил хотя наверное в этом как бы есть смысл то что штукенция однажды кверх тормашками вот так вот перелетела через велосипед не перепутал тормоза нельзя на большой скорости тормозить передним передним тормозом перевернет вот она однажды так ломанулась но все в порядке с ней было но в целом наверное да каски это хорошо но в общем детям ни в коем случае без каски нельзя штрафуют замучают нельзя гулять с собаками без поводка ну это как бы вот весь израиль покрыт собаками без поводка везде они без поводков ходят ни разу не видел чтобы кого-нибудь это оштрафовали однажды пришли к чуваку у которого снимал дом я вам рассказывал он называть себя призрак к призраку моему другому пришли из-за того что его собака на другую собаку типа напала она и так у него всегда без поводка ходит такой он скотина но вопрос когда она напала на другую собаку или другая собака не напал так никто ничего не понял но смысл в том что она настучала пришли менты прям при мне я сидел пришли копы вот и выписали ему штраф он этот штраф у них даже не взял потому что ему пофигу это такое забавное дело про это видео потому что так как он попал в долговую яму у него нет счета в банке и в общем он вот живет исключительно наличными деньгами перебивается какими-то заработками на самом деле не очень приятная ситуация но он хип и поэтому ему нормально вот но смысл в том что как бы собака без поводка если как бы будет проходить полицейский мимо и у вас какая-то собака без поводка или если кто-то вас настучит то вы попадете на штраф я за то что все собаки были на поводках потому что вообще как бы я сталкивался несколько раз уже сталкивался с агрессивными собаками в Израиле особенно на севере в других районах вот там жили в Минитуле у меня есть видео где даже на нас напала и покусала нас собака посмотрите казалось бы Израиль такая супер страна ну тут может вас покусать собака запросто бездомные собаки тут есть тоже но они есть именно в безлюдных районах в любых городах где больше пяти тысяч человек нет агрессивных собак они все как бы привыкли к людям ну какая-то вероятность тоже есть в общем поводки нужны следующее насчет курения меня вымораживает когда люди курят рядом со мной что этим ты дышишь и в Израиле жесткий на этом плане закон большие штрафы за курение в общественных местах именно в закрытых к сожалению то есть если так сказать это просто улица и человек идет и курит никто его ничего не штрафанет но если это крытая остановка например автобусная остановка крытая то штраф большой хороший слава богам хотя тоже миллиард раз видел людей которые курят на остановках и как бы чтобы оштрафовали кого-то это должен приехать полицейский и этого человека вот оштрафовать или вот вы должны быть стукачом и его нам надо снять на видео но тоже это как бы я не знаю не знаю я такое не способен не потому что мне страшно то что это как-то не знаю с точки зрения вот ну плохо быть стукачем да наверное в таких вещах одно дело как серьезная вещь когда ты увидел какого-то вооруженного человека безусловно надо сообщить об этом но вот так вот по мелочи как бы наверно только если вас кто-то вот реально достал вы каждый день ездите в автобусе с каким-то человеком на работу и вот он каждый день вас обкуривает когда можно сообщить и чтобы его штрафовали чтобы он плохо себя не вел но в целом рандомного человека ты конечно не будешь так дело ну в общем смысл то что запрещено по закону на всех крытых то есть крытые парковки остановки крытые если открытая остановка по идее можно курить вроде то что я на официальном сайте gov.il написано что только крытые остановки на других сайтах я читал что просто остановки даже где лавочка нельзя возможно это зависит опять же от муниципалитета так что давайте это уточнять пишите в комментариях это важно и запрещено курить такое простое правило по-израильски правильно все сформулировано если больше 50 человек на граничной территории то запрещено курение то есть принципе если в любом месте больше 50 человек там нельзя курить концерт нельзя курить стадион нельзя курить вот ну естественно секунд это особенность такая нельзя бухать в общественных местах то есть вообще нельзя даже там только в барах ресторанах где есть лицензия специальная там можно но естественно все вокруг бухают и извиняюсь курят даже всякие вещества и я миллион раз ну как бы как гуляешь кунг в Тель-Авиве или в Иерусалиме или в Хайфе то ты как бы каждые 10 метров ты чувствуешь характерный запах в случае дорогой таратаратарата боб марли don't worry be happy вот и меня это бесит конечно потому что я тоже ну не употребляю эти вещества и мне раздражает то что я это все потребляют уже дышу этим но тем не менее как бы это вроде тут запрещено как бы но все закрывают на это глаза кстати вот это важное такое отступление давайте передохнем я дальше продолжу еще у нас 40 пунктов осталось важный момент такой что почему в Израиле не так жестко следят за вот такими законами типа вот курение в общественных местах там кто-то долбит что-то просто потому что тут есть проблема поважнее то есть тут есть реально настоящий терроризм тут есть всякие вооруженные формирования которые всякие нехорошие вещи делают вот поэтому как бы полиция она занята реальными важными делами поэтому конечно как бы если сообщит кто-то люди придут там кого-то штрафуют но в целом на многие вещи закрывают глаза особенно но такие типа местами легализованные отчасти связанные с курением каких-то там травок да вот ну ну в общем это везде тут и я ни разу не слышал про то чтобы кого-то оштрафовали за это честно говоря вот в основном типа делают предупреждение людям но если взять другую например вещь например проституция тут запрещена совсем тут какой-то легалайз чего-то есть да а вот проституция запрещена настолько сильно что даже если вы клиент вы тоже попадаете на гигантские штрафы от двух тысяч шекелей до там десятки тысяч шекелей если повторно вы вас заловят у проститутки и извините вы там в том числе могут какие-нибудь вам общественные работы назначить еще это жестко тут в этом плане никакого легалайза нет так что вот такие дела следующий момент ну насчет бухания да я сказал что запрещено пить спиртное в частных местах все это делают но вот интересный запрет есть запрещено на пляжах пить любые напитки в стеклянной посуде если вы путылочку сока посасываете лежа на песке мимо проходит коп опа штраф лови вот то что нельзя запрещено стекло из стекла пить потому что ну его могут выбросить и потом эти осколки и я видел кстати осколки на пляжах ну на одном пляже я видел осколки вот то есть это встречается несмотря на то что запрещено но это хорошо что это запретили потому что в итоге встречается все-таки реже гораздо чем в том же египте например в египте я последний раз когда был там типа год назад в общем-то в песочке я там наблюдал осколки их ну принесло этого откуда печально следующая вещь нельзя выбрасывать какой-то строительный мусор в обычные мусорные баки я кстати такого не видел тут и такой правильный запрет ну тут специальную есть специальные баки для этого дела и в целом нельзя мусорить если вы тут и живете семечки и плюете осколки на пол вас на 500 шекелей штрафуют вот 500 не просто там что-нибудь а 500 шекелей это дохриллион денег а вот за то что вы тут семечком плюете хотя опять же многие плюют и чтобы вас штрафовали это должен идти коп полиции тут вообще не видно практически может быть она в штатском одеты я не знаю мне ни разу тут за полгода не проверяли документы на то что мы со штукенцией очень такие видные люди я такой двухметровая она такая полутора метровая как бы обычно как бы такие люди они вне подозрений каких-то ну и мы все законы все время блюдем стараемся естественно ни в коем случае не сорить если там я вижу какой-нибудь мусор на улице я его подберу и в мусорку положу всегда и в москве так вот просто я типа эколог по образованию поэтому мне положено вот но в целом как бы тут многие люди мусорят и я это вижу и хоть и за это гигантский штраф просто потому что как бы на самом деле тут очень мало камер на улице я когда ехал в израиль я думал тут будет камер уличного наблюдения больше чем в москве на самом деле нет нифига ну или по крайней мере видимо может быть они где-нибудь есть ушкинки скрытые я не знаю ну все сорят блин тут все плюют эти семечки и всем на это пофигу к сожалению но за это есть штраф если вас поймают вот заплатить 500 шекелей думаете что вы хотите то есть мне кажется это в целом очень правильная хорошая вещь дальше нельзя выбрасывать свои старые бытовые приборы предлежащую утилизации просто так нам на улицу ну вот я видел везде выставляют эти старые бытовые приборы но они обычно выставляют их рабочими и вот человек который может не так много денег он может взять эту стиралку и взять себе домой она работает чаще всего но не работающие приборы как бы наверное их действительно отправляют на утилизацию тут бы ну не принято тут очень высокий уровень жизни в израиле и целом люди они ну какой-то за добро и красоту в хорошем смысле то есть если что-то выбрасывают то там могут написать например у телевизора у него там лопнуло я тут блин гуляю сейчас по городу вот такую плазму кто-то выбросил вот блин то есть двухметровую фактически плазму выбросил кто-то я не правда не знаю мне нигде я не смотрю телевизор я их и не взял но не знаю она работает не работа просто лежит на помойке двухметровая плазма с виду абсолютно целая я вполне допускаю что она рабочая может быть там пиксель биты тут ноутбуки целые просто вот ноутбук рабочий лежит на улице просто выстрелит что человек все новый купил выбросил то что очень высокий уровень жизни но по-хорошему это запрещено делать должны утилизировать люди наверное если она ломаная то утилизируют а цель целая просто выставляют что быстро забирают я лично тоже даже вот тут в этом городке где мы сейчас мы взяли вот это кресло на котором я сижу на улице мы взяли всякие там низкие стулья очень может всего набрать уж на улице вот так что до бытовые приборы могут штрафануть на месте будет проходить мимо полицейский они не проходят они обычно проезжают вот такой полицейки чтобы ходили такой вообще бывает в израиле напишите мне может быть ну велосипеда каких-нибудь может быть где-то есть но в основном они на машинах может быть они штатском ни разу не видел блин полицейского на улице просто так вот следующий момент значит нельзя срубать деревья даже на собственном участке без разрешения муниципалитета это конечно немножко шок то прикиньте вот у вас есть дача у вас есть домик и вы как бы не можете не имеете права там дерево который вы посадили взять его и срубить то что все вы в кадастре и чем срубите вам придет штраф гигантский вот но могу вам сказать что вот я живу сейчас в рожки не и я видел чувак просто шел мимо чувака мимо дома и он три дерева бензопилой прямо на моих глазах вот так вот схерачивайся с участка бензопила на громко все это слышат и конечно всем пофигу потому что он закон как бы он есть но ну вы слышали когда-нибудь вот обращаюсь к израильтянам который 30 лет в израиле они слышали чтоб кого-нибудь за это штрафовали мне кажется это фантастика но наверное такой закон есть если полицейский будет проезжать на своем полицейском обили наверное он может действительно что-нибудь сказать в этом плане дальше нельзя давать взятки слову о полиции вот у нас как бы россии гаи знакомая тема все так или иначе у вас не работает фонарь ближнего света или чем такое короче вымогают тут 500 рублей там 500 рублей тут это тюрьма сразу то есть тут если ну тебя ничего помогать не будут те будут выписывать штраф но если скажешь что давайте договоримся чем такое тюрьма это даже не штраф до тюрьма я слышал в интернетах истории что люди пишут ну вот в израиле то же самое тоже можно откупиться ну вот в интернетах что-то такое пишут мне кажется это может быть пишут как раз люди которые проводят профилактику товарищ майор сидит местный товарищ майор и пишет такие комментарии чтобы кто-нибудь дурак так сделал и собственно грубо говоря отсеялся дурак из замечательного израильского общества так не надо так делать со взятками тут очень жестко и с коррупцией она пресекается конечно как обычно внизу как бываешь сильно пресекается наверно сверху где-то миллиарды киньи наверно везде есть во всех странах тут ничего не поделаешь но в целом за этим следят и ну тут есть такой момент в больницу да у нас принято в россии ну там как приходишь к врачу в бутылку коньяка или какие-нибудь конфетки вот тут считается нормальным конфетки типа подарить но не больше ты можешь конфетки принести если ты что-нибудь там врачу там тысячу рублей сунешь тоже как бы у тебя большие проблемы будут не надо так делать следующая вещь нельзя угрожать людям то есть вот просто такая невинная казалось бы фраза то есть ты там с кем-то там у вас какой-то спор что-нибудь такое и вы можете искать типа сейчас без зубов останешься очень такое скажете фразу это уголовное преступление если есть какие-нибудь там пара свидетелей которые подтвердят все ребята вы как бы угрожали применить насилие не то что применить насилие не то что кого-то там пальцем тронуть за этого сразу в тюряшку сядете вот а просто даже угроза такая вот фраза типа то что который человек может расценить как угрозу это уголовно наказуемо вот учтите поэтому если лучший способ в израиле вы приехали вы еще тут ничего не знаете видите какого-то чувака который вам не нравится что не такой просто избегайте любых конфликтов старайтесь максимально вот если вы склочный человек то просто блин в попу засуньте вашу склоченность иначе вы получите большие проблемы себе на задницу то есть безусловно так в автобусе можно часто слышать какие-то перепалки там киньте женщины там друг на друга что это было гав-гав-гав но вот именно если вы не очень понимаете как это делать да да ну в общем очень надо аккуратно что могут расценить что чтобы говорить как угрозу и вы будете в проблеме большой нельзя использовать дроны люди очень любят снимать тут на дронах я смотрю блогеры многие снимают используя дроны вообще дроны без разрешения запрещено использовать вот тут как бы есть всякие мало то что есть специальные объекты да сейчас мы про них поговорим но и просто даже дрон без соответствующего разрешения когда запускаешь вполне вероятно на него может попасть какой-нибудь секретный объект или что-то такое поэтому с этим нужно аккуратно то есть понятно что все запускают и всем пофигу но просто если будет мимо проезжать какая-нибудь полиция то ваша следующий момент это объекты вот это правило я не знал я блогер я приехал в израиль это все снимаю естественно нельзя снимать порты например то есть есть просто такие объекты которые нельзя снимать и вот есть порт морской я человек из москвы я в жизни не видел никогда морских портов и мне очень интересно на них посмотреть их поснимать вот эти вот краны и в общем не это интересно просто это кайф но это запрещено и вас за это могут мы однажды когда гуляли в элате и снимали там мы снимаем там просто много машин стоит это прикольно к движ тысячи машин вот этом порту все такие беленькие вот мы снимали в итоге снимаем снимаем все рядов на скамейке приезжает джип из нее выходит автоматчик с таким автоматом огромным блин приходит нам начинает наши документы проверять и говорит покажите что вы тут снимали мы показывали он вот вы точу этого так много этот порт снимали вообще парт из меня запрещено так мы снимали слава богу мы снимали не сам порт а снимали именно какой-то склад где вот эти машины стоят он тепло он оказался вот игорь сначала с нами на английском потом он на русском ну ребята ну блин нельзя тут снимать зачем это делает типа музыка его спасибо мы не знали мы реально не знаю про это никто нигде не говорит то есть запрещено снимать всякие военные объекты, зачастую вы не знаете, что это военный объект, и если как бы вот вы снимаете и вам никто ничего не сказал, ну хорошо. Но вас как бы штрафовать за это прям наверное не будут, если вы не какой-нибудь нехороший человек, вот что-то там такое нехорошее делаете. Но вас именно попросят удалить или сделают предупреждение. Ну в общем, ну вы же не хотите действительно подвергать угрозу безопасности Израиля риску. Поэтому нужно стараться аккуратно и не снимать всякие такие штуки. Следующий момент. Нельзя ездить без ремней безопасности. Представьте себе, то есть даже на заднем, когда вы сидите на заднем кресле, нужно пристегиваться. Я так делаю даже в Москве. По-моему там тоже у нас запрещено кстати не пристегиваться. Следующая вещь это разговаривать по телефону без hands free за это вас штрафанут на полтораху. Полторы тысячи шекелей за то, что вы взяли телефон и сказали алло, полторашечка. И при этом я миллион раз видел водителей, я просто из окошка вижу, человек сидит и болтает. Ну видимо тоже редко за это штрафуют, но если прилетит полторы тысячи, это много. Так что не стоит, наверное. У нас же таких штрафов, у нас в России, в Москве какие там штрафы? Ну блин, я не знаю, в 10, в десятки раз меньше за то же самое. Это больно тут. Интересный момент с границами. Во-первых, нельзя просто так пересечь границу с Ливаном или Сирией, там специальное разрешение получать. Ну логично, потому что вам там возможно не поздоровиться. Я когда жил на севере Израиля, в Метуле, собственно, прямо на границе живу, я выхожу из дома 50 метров границы, это прикольно, мы вдоль границы этой гуляли, и там постоянно броневики ездят, ООНовские такие белые, туда-сюда, туда-сюда, потому что там линии разграничения. Ну и в эту границу, кстати, она особо я не видел, чтобы там какие-то стояли вышки, автоматчики, там из-за вот этой линии огранили, может там спрятаны где-то, я не знаю. Ну все равно просто такие, большой забор, и все, какие-то ворота там ржавые, блин. Но, тем не менее, в общем, нельзя это пересечь ни в коем случае, просто так. Вас накажут больно, не надо это делать. Еще нельзя посещать зону А на западном берегу Икея-Ордан, в общем, есть западная зона, западный берег, он поделен на три зоны. А, Б, С. Зона А это там, где так называемая палестинская администрация, и палестинская, вот это вот, они контролируют все своими какими-то силами. Зона Б, это где, наверное, администрация тоже палестинская, но там военные Израиля, и зона С, там все контролируют Израиль. В общем, в зону С, пожалуйста, можно приезжать сколько хочешь, ничего тебе никто не скажет. В зоне Б, вас могут, как бы, предупредить, какие-то там ограничения, может быть, в какие-то места лучше не ходить, и в зону А вообще нельзя. То есть, если ты израильтянин, у тебя есть паспорт израильский, извини, тут я не можешь попасть, просто так никак. Поэтому будьте аккуратны, если вы собираетесь куда-нибудь, вот, на западный берег, посмотрите по карте, я сделаю отдельное про это видео, да, и покажу, какие сектора можно, какие нельзя, потому что я сам, как бы, ну, я хочу туда попасть, и поездить там, и это реально сложно понять, куда, как можно приехать, чтобы у тебя там тоже не, не было никаких проблем в плане безопасности твоей. Будьте аккуратны, вам может прилететь камушек куда-нибудь, и просто и штраф еще большой. Следующее, граффити, тут везде запрещено всяческие граффити, без разрешения, но, естественно, все везде рисуют, в общем, будьте аккуратны, не надо корябрить на скамеечке, ничего. Ножики, я знаю, есть много любителей носить ножики, вот тут лучше вообще ножики никакие не носить, ну, максимум, там, вот, 10 сантиметров, лезвие вот такое вот, если вот перочинный ножик, вот с таким лезвием, в принципе, его можно с собой взять, да, но тоже не стоит, потому что, если вы его взяли в такое место, где он вам не нужен, то это проблема, у вас его как минимум заберут просто, вот, ну, лучше, как бы, вообще не носить никаких ножиков, потому что тут с этим, как бы, это больная тема для Израиля. Можно перцовые баллончики, то есть, тут, например, я когда жил в Нидерландах, три года, я там, мы тоже там везде, по всяким местам, самым таким стрёмным, пытались найти их, на самом деле, в Нидерланде их практически нет, в Израиле, ну, и в Нидерландах, так как я и говорил, сеговорка по фрейду, ну, в Израиле, в Нидерландах практически нет таких стрёмных мест, ради что какая-нибудь там, центральная автобусная остановка в Тель-Авиве, то есть, самое страшное место, где я был в Израиле, пока и то там тоже, ну, точно так же, как ночью по мытищам где-нибудь шляться, вот, значит, перцовый баллончик тут можно купить, вот в Нидерландах ты не можешь купить перцовый баллончик, они там запрещены законодательно, тут можно купить перцовый баллончик, я, правда, не понял, где их покупать до сих пор, вот, я думаю о том, что нужно мне купить перцовый баллончик, потому что, ну, на всякий случай, от собак, там, от того, от всего, потому что мы, опять же, тоже ходим все время, кто-нибудь в горы, мало ли какой-нибудь там на нас местный горный, какой-нибудь козел нападет, вот, в общем, напишите нам, кстати, где можно купить перцовый баллончик, в Израиле, у вас не возникли ну как бы можно по идее перочиной взять там яблоко почистить ну аккуратно с этим нельзя ни в коем случае в автомобиле оставлять животных или детей но это логично как с одной стороны просто чтобы вы знали то что вашу собаку оставили где-нибудь там в машине опа ловите штраф следующая больная тема для вообще многих стран такого западного мира это домогательство тут есть закона домогательства домогательстве к женщинам не знаю еще домогательств мужчинам если такой закон но я прочитал про женщин это кстати как-то хоть неравноправие а к мужчинам если ко мне домогаются ну в общем просто если вы как-то на девушку посмотрите так вот или к ней непристойное поведение какое-то не в этом штаны перед ней снять а просто как бы вот делаете кунти комплимент начните флиртовать с девушкой она может написать заяву полиции и вы сядете в тюряшку не знаю каким образом в израиле происходит размножение людей если тут нельзя сделать так сказать по флиртовать девушка ну понятно что как бы это такая штука наверное она применяется не всегда но в общем есть такой закон нужно аккуратным быть и лучше возможно использовать какие-то приложения для знакомств например да то есть не времени не на остановке подойти к девушке к той девушка какие у вас красивые глаза и сесть в тюряшку нет лучше поставить специальное приложение не буду рекламировать и вот там знакомиться потом уже встретиться и как-то это аккуратно очень тут вот в этом плане его хуже чем в россии потому что ну мне кажется это не очень здоровая фигня то что сделал комплимент на тебя статья мне это не нравится вообще ну такая штука есть одно дело именно домашнее насилие безусловно с этим бороться кстати с этим проблемы такие же как в россии тут очень да но вот момент вот этот вот то что флирт может расцениться как домогательство но тем не менее такая штука есть аккуратно следующий насчет вот вообще замечаний просто я сказал что запрещенном как-то угрожать человек ты вот если скажешь кому-нибудь что-нибудь типа нас такие вещи можно и по зубам получить ты сядешь в тюляшку то есть этом свидетель если зафиксируют как-то но просто даже какие-то замечания делать например соседи они после двадцати там трех шумят вы придете делать им замечания и в общем это могут тоже ну расценить как-то нехорошо поэтому многие рекомендуют сделать такие все вещи только через полицию то есть какое-то замечание вызвал полицию полиция разобралась туда чем по лицу как я понимаю пустякам по всяким гоняет вот так вот на не очень хорошо с одной стороны но тут очень такое получается знаете легализм то есть соблюдение законов это хорошая правильная вещь мне окажется но в меру как то есть ведь как я говорю многие законы не очень соблюдают безусловно как бы соседу с которым ты знаком 20 лет ну ты ему конечно скажешь лучше чувак ты громковат его музыку сделать потише такой упор этому соседу можно уже вызвать там полицию с ним поговорят но в общем я читал много вещей то что люди пишут что нужно очень аккуратно с замечаниями даже кому-то то есть не то что именно кого-то угрожаешь и даже то что ты кому-то что тут такое делаешь замечание могут это расценить просто нехорошо следующий момент кстати я говорю что никого нельзя дотронуться да ну даже если вы на кого-нибудь замахнетесь это автоматически сразу расценивается как угроза и в общем вы сядете ну не знаю на 15 суток на сколько-то и штраф и штраф придет ночью нехорошо будет вам так что не надо размахивать руками даже дурацкий запрет но он есть мужчинам и женщинам запрещено водить машину с оголенным торсом блин я лично много раз водил в россии машину топлис просто тоже жарко жарко блин жарит ты сидишь и без одежды гораздо приятнее особенно я когда я ездил все время на газели не было газель вот соболь это такой груза грузовичок и вот я можно увидеть часто газелиста так сказать с голым торстом тут так нельзя штрафануть это печально вот правило приличия типа я вообще не даю диск стать я хожу на диски пляжа периодически и нут последний раз я на таком был в крыму был давным давно правда ладно окей я был только один раз на диском пляже в крыму периодически они не ходил но я хотел все время мне хочется попасть на просто как-то не получается вот один раз я туда был и вот все как надо голышом и мне понравилось это клевое чувство свободы какой-то и ну в израиле они тоже есть как бы а есть между прочим с пляже для религиозных людей которые закрыты за забором они там в общем люди сидят такие очень почти что одеты каждому своем ладно следующий момент они по разделяться на мужскую женскую половину что-то такое в общем ну каждому свою я лично вот за такую свободу всего во всех проявлениях но на машине не поедешь следующее нельзя сигнализм просто так это прикольный закон я очень мне он нравится он классный вы отгадайте сколько какой штраф за то что вы просто вот погудите кому-нибудь на улице вот вы приехали там таксист приехал и хочет сказать что он приехал погудить погудеть вот вы заплатите штраф 5000 шекелей если вы просто так гудите на машине не из-за того что какая-то опасность да или ну какой-то затор а вы просто так гудите например вы платите штраф 5000 шекелей был прецедент новостях почитайте то что нельзя просто так сигналить это классный закон слава богам и кстати тут вот собственно и громкие какие-нибудь машины громкие мотоциклы они тоже там штраф но каждый день вот тут вот мимо моего окна проносятся эти безумные мотоциклисты которые гудят просто просто тут нас горы и все горы прям трещат от этого то есть как бы как бы штраф есть но всем пофигу такое ощущение следующая вещь это важное запрещено распространение нацистской идеологии восхваление гитлера нацистских символов но все это логично очень любой стране и в россии и везде но тут с этим особо строго и как бы так вот в шутку зигануть ты сядешь надолго и что такие шуточки которые придурки 15-летние все мы были придурки 15-летними правда ну да наверное даже моем классику это придурок там кидал зигу какую-то просто чисто потому придурок типа смешно а вот тут за это ты сядешь в тюряшку поэтому но это больная тема будьте аккуратны и детям своим это объясните чтобы они нигде там свастику не дай бог шуточку не нарисовали вы блин попадете на такие бабки а может быть ошибки в тюряку сядет за шуточки такие следующее аккуратно нужно вести себя уважительно на мемориалах и памятниках то есть просто если вы допустим там тверк делаете кой танцуете на фоне комнате мемориального памятника снимать это на видео как бы вы тоже можете оказаться ваш трафанут на тюряшку вас не посадят за это но больно будет это не стоит это делать теперь хочу поговорить не про законы прям такие специально это не запрещено но зава про важные правила есть тут такой момент как две минуты молчания день холокост и еще я не помню день день павших вот терроризм он так когда всех бы примут в определенный момент останавливаются и как бы такой момент когда не нужно игнорировать эту вещь две минуты молчания за это вас никто там в тюряшку не посадят и как бы это не официальный закон но это такая вещь будьте готовы тут не минуту тут две минуты молчания вот следующее не стоит вообще оставлять вещи без присмотра естественно потому что террористические акты всякие бывают очень нехорошо это дело тут не стоит как-то шутить с полицией вообще полиция тут шуток не понимает она вообще как бы в россии например полиция вполне понимает шутки ну потому что ну как-то так на расслабоне многие работают тут из проблем связанных с терроризмом блин полиция шутки не поймет если вы в аэропорту не дай бог пошутите про то что у вас там с собой что то есть такое блин вы не улетите за вот в этот день вы не вы не сядете на свой рейс вас будут просвечивать фонариками все ваши восемь дырок по пять раз просветит ни в коем случае нельзя шутить с полицией хи-хи-хи-хи плохо будет даже у нас в россии там тоже проходишь программ контроль будет плохо если пошутишь но тут совсем с этим тяжело все и просто даже на улице вы должны даже охранник в торговом центре конечно кто-то там иногда шутит и люди вот пишут вот я пошутил и ничего все нормально но в общем зачем рисковать тут могут не понять следующая вещь не не стоит с чужими детьми взаимодействовать как-то то есть какие-то замечания делать детям если особенно там их родители рядом есть в общем лучше родители подойти к родилю сказать вот ваш ребенком что-то делать ребенку не надо ничего личного говорить вообще детей лучше обходить стресс стороной и ни в коем случае не снимать их на видео не фотографировать если вы идете вот опять же школа нельзя фотографировать школы нельзя снимать на видео школы ну то есть вас просто прогулять вам скажут зачем вы это делаете могут посмотреть ваш телефон там искать полицейский будет надо просто даже вот нас гоняли много раз мы же не знаем где тут что там приехали и вот мы снимаем идем видим кота красивый кот лежит за забором и берем снимаем кота выбежал из здания женщины это школа вы тут не можете снимать идите отсюда вообще вот но мы пошли как бы окей но это тоже связано с безопасностью вот так что какие-то моменты есть ну вот за все как бы время когда мы тут в израиле сняли много уже сотен видео на не знаю 200 видео может быть 300 видео мы сняли в общем если по всем каналам посмотреть однажды в иерусалиме когда мы шли мимо кого-то здания и мы снимали мужика который поливает газон смешно к нам прибежали чуваки такие накаченные у них там всякое оружие напихано просто его не видно такие знаете вот курска на нем она от мускула мускулов она надулась вся подъехали начали подбежали начали нас спрашивать покажите нам что вы тут снимаете мы показали и мы пошли дальше я так и не понял что там нельзя снимать видимо какой-то объект рядом дальше однажды мы так снимали вот в элате порт тоже мужик приехал с автоматом ну и пару раз на сгоняли от школ то есть когда мы шли и какая-то на фоне школ очень снимаешь не все будет вот тут нельзя снимать то есть это как бы вот ну ведь мы сняли много там уже сотен часов видео и как бы это редкость большая то есть ты не я я как блогер тут чувствую себя гораздо более даже безопасно чем в россии вот и как бы не чувствую тут проблему таких плане съемок а людям в целом всем не дифферентно ну а пару раз эта бабушка однажды в автобусе сказала не снимайте меня его мы вас не снимаем но вы точно не снимаете вы точно не снимаете мысль мы себя снимаем все а вот то есть как бы других людей можно снимать если вы снимаете себя я не на фоне есть общественное пространство вы можете но их лично снимать вот так и близко не надо какое запрещено вот так что если вы хотите любую вещь снять просто снимайте себя и на фоне и показываете еще и никто ничего не может вам сделать и сказать единственное исключение дети не нужно там снимать детей даже себя на айфоне этот плохо вот следующая вещь это следовать требованиям охраны важно то есть вот когда вы входите любой торговый центр там проверяют могут проверить сумки не надо вот терпениться и просто покажите свою сумку и все тут всех проверяют то есть неважно это не потому что вы такой какой-то странный меня вначале обижало это думаю как так почему у меня проверяют все вот однажды мы например приехали в карме и там у нас попросили паспорт когда мы платили кредиткой я так обиделся на это потом уже прочитал прочитал что оказывается но это просто обычная практика то есть периодически смотрят могут проверить паспорт особенно из магазин какой-нибудь ты там человек в первый раз тебя увидели мало ли ты украл кредитную карточку или что-то такое то есть ну обычно посмотрят и дальше пойдешь вот следующая такая странная рекомендация я ее прочитал от других людей слышал то что однажды нужно стараться не бегать в аэропорту например или в каких-то автобусных станций то есть без суеты без вот этой безумной почему потому что могут подумать что вы что-то вот такое нехорошее те делаете то есть это не запрещено законом ничего но просто вас могут остановить полицейские и прошмонать и заинтересоваться чуть будут бегаете у нас по автобусной остановке но именно по центральной автобусной остановке где автобусы или по аэропорту нужно вести так обычно без убегать не хотя к это опаздываешь естественно ты будешь бежать и вот тут как ну наверное смотря как вы выглядите вот нас суштекенции вот ни разу мы постоянно бежим везде в аэропорту вы бежали на автобусах снова бежим но вот я слышал что лучше типа не бегать мы все им везде опаздываю поэтому но так мы очень странная парочка да такая двухметровая дилда и штукенция такой маленький поросеночек хороший в общем ну как-то видимо мы не представляем угрозы внешне смешно на очень выглянем комично даже вот следующая вещь это религиозные моменты они в законах не прописаны для тоже такие рекомендации но они есть и они зачастую вам как бы с вас штраф не буду брать но могут я слышал что могут вас кинуть какую-нибудь бумажку могут в самый жесткий момент это я слышал это могут кинуть обкаканную пеленку ну то есть детскую не очень приятно или могут камнем даже кинуть то есть религиозные так сказать нормы соблюдать тут желательно в специальных местах то есть есть такие религиозные кварталы обычно вы всегда поймете что вы упали на такой квартал у меня был такой страх когда приехал в израиль думал вот а как бы понять что я попал в религиозный квартал сейчас секунду как понять это я читал еще вот как понять что я в арабский квартал попал и там кто-то говорил вот в арабских кварталах там бойлеры черные в еврейских белые ну на крыше стоит такие вот штуки где вода греется на самом деле как бы это все ты это видишь просто потому как люди одеваются невозможно перепутать арабский квартал еврейский квартал невозможно перепутать такой ортодоксальный квартал ультра ортодоксальный там где люди в шляпах с пейсами одеты в пиджачки свои вот и со свитками тора идут куда-то и невозможно и женщина соответственно про специальных там штуках таких вот невозможно перебудут с обычным местом то есть вы не за не парьтесь вы как бы сразу разберетесь так вот в таких местах чего нельзя во первых есть не кошерные вещи тут вот очень как бы киде серьезные отношения в израиле казалось бы да и да то есть мы к этому вообще не привыкли в россии или европе где-нибудь ну и да и еда могут в кита мусульманских странах все знают что свинину типа не едят вот тут блин тут гораздо сложнее правил еврейские правила еды это самые сложные мире правила еды значит тут в не кашевка в кошерных местах нельзя есть не кошерная что вы кошерные места если увидеть какое-нибудь такое заведение где находим и зуза висит вижу за этого на дверном районе такой штука так свиток тора лежит между прочим есть очень красиво рядом со стеной плача огромная мезуза вот такая золотая вот мне очень нравится мезуза это какой-то такой вид народ народного зодчества плюс культурно-религиозный объект почему я пусть мезуз вот можно даже сделать инстаграм куда фотать эти мезузы а главное делать это в шаббат фотографировать вот просто это реально классная штука мезуза так вот если где-то видите мезузу он невероятно лучше в эту в этой кафешке так сказать свинину собой не проносили что такое некошерные там блин много всего ну некошерные там при всякие морепродукты типа гады все и кальмары там устрицы вот такой вот лучше не есть так сказать если выкунь даже религиозном квартале дадим не нужно там есть кальмары из банки свинина свинину тоже как ты не любят кролики казалось бы кролики я лично кратчатину обожаю мне нужно есть так сказать для здоровья то что там очень мало куринов и мне как бы кроличье мясо мне диетическое мне нужно есть тут его хрен купишь россия все время ел кратчатину каждую неделю тут я не знаю где ее взять напишите мне где взять кратчатину в израиле вот и нельзя молочное мясное смешивать то есть ты не можешь тут взять и съесть бутерброд сыром ты не может сделать чизбургер съесть или big mac на самом деле может как бы есть большинство макдональдсов в израиле там можно заказать big mac сыром но нужно это делать отдельно нужно зайти в медью макдональдса сбор этого бутерброда и указать так я хочу сыру и вам плюс 1 шекель цене добавят я всегда вообще не раз я тут однажды ел кошерный big mac и он мне вообще не понравился и я ем теперь только ищу специальный макдональдс и не кошерные где вот можно так заказать big mac без сыра это не для меня вот но тем не менее как бы в таких местах специальных не светских местах не надо есть не кошерные светских местах да пожалуйста вот я когда приехал в решение помните у нас было видео где мы сидим на лавочке и вот я там такой ем бутерброд с колбасой с сыром на улице и такой смотрю а там мужик в шляпе сейчас он меня побьет ну шутка конечно говорю это вот там вообще не надо париться пожалуйста ешь сколько угодно бутерброда сыра ну конечно показ вот так вот есть смотрите что я делаю неприлично просто да даже в светском районе просто нормально никто вам ничего не подойдет ничего не скажет есть специальные райончики специальные улицы где вот так делать не надо вот то есть тут следите за такими моментами следующее шаббат вообще тут на самом деле правил я всегда думал мне страшно было тут много всяких религиозных правил сам или их мало тут вот сложно накосячить то есть вот ешь кошерное что-нибудь кошерных местах и в шаббат а в шаббат он начинается захода солнца в пятницу и заканчивается с наступлением вечера в субботу по сути идет по сути идет сотки сутки с вечера пятницы на вечер субботу не так уж и много и меня вообще не напрягает в общем шаббат тут людям не принято в религиозных районах ездить на машинах на мотоциклах на всякой такой фигне электрический потому что считается что запрещено евреям иудеям правильно сказать запрещено иудеям пользоваться огнем и любые электронные например устройств на телефон он тоже считается что там типа огонь вот так что тут и что это важно на липра сниму отдельное видео многие люди как бы вообще не врубаются им кажется что вот в шаббат нельзя получается также без света приходится сидеть нет люди ставят датчики в доме у них свет автоматически включается автоматически выключается все поставлено на поток умные дома у всех все круто вот значит но смысл то что одна машине лучше не ездить по религиозным районам которых очень мало этих районов это по сути улицы и обычно и даже перекрывают я слышал то что вот многие люди недовольны ну вот вот эти религиозные улицы их перекрывают нам то так сильно не нравится наоборот так хорошо потому что так вот ты на нее случайно не попадешь уж так ты попадешь на эту улицу поедешь на машине и тебе прилетит булыжник в окно блин да а так просто его не попадешь еще и и тем хорошо и вам хорошо то что эти улицы они обычно маленькие по ним вообще на машину как бы ну и не как бы не нужно по ним ездить они вот нет нет найти не критически важные есть целые города такие типы бный брак где там как бы много таких целый город такой да там типа шаббат пешком по проезжей части пилишь вообще можно не кстати удрать чем шаббат то что можно спокойно гулять пешком по проезжей проезжей части принципе даже везде ну тут машин очень мало но они есть вот например в городе где я сейчас живу машин дофига в шаббат и много хотя тут тоже много людей ходит в кипах и в шляпе даже бывают кто-то в общем до шаббат не нужно ездить и электроника не надо светить то есть вы сами можете спокойно вот ты идешь по религиозной улице религиозная улица ультра религиозная ультра ортодоксальные люди там шляпы с пейсами шаббат у тебя телефон у тебя там карта открыта да пожалуйста иди по этой карте смотри никто тебе ничего не скажет не нужно только никого фотографировать ни в коем случае в шаббат вне шаббата можно попросить человек можно вас фото очень такое шаббат не надо никого фотографировать это блин вот за это могут побить реально и правильно сделают ну неправильно конечно да ну в не надо никого злить зачем злить кого-то просто такая на самом деле просто проекта ты не знаешь когда приезжаешь в израиль это не то что я рассказываю это блин нигде не написано нужно сделать памятку вот я сейчас делаю памятку у меня на сайте иероглиф точка ком я то что рассказывает мне будет статья и сейчас вот ее составил где будут все вот эти пункты и давайте в комментариях еще дописывайте пишите и на сайте тоже комментарии пишите что добавить в эту статью чтобы люди которые приезжают они сразу могли понять как бы мне попасть нехорошей ситуации следующая вещь не стоит ходить типа в неприличной одежде в любезных кварталах в любое время но это такой момент как бы я слышал что кто-то там ходил в какой-то майке и в него кинули какую-то бумажку и человек испытал очень серьезные нравственные страдания такие же на которые испытал полицейский которые кинули вафельным стаканчиком москве помните на вот ну неприятно как по-любому то что ну типа какие какие тут какой-то дресс-код вообще я ходила с такой майки алкоголички в коротких шортах я приехал в ней брак случайно я просто не знал даже что это за город я думаю это роман гана это казался бы на и брак это вышел на куда центральной остановке вокруг меня толпа просто чуваков в шляпах и женщин все на меня смотрят вот так вот но я там сидел утверждал пересадки часа три никто мне ни разу ничего не сказал нормально все как бы то есть это все страшилки религиозные люди они как бы ну то есть именно провокационно что-то там не знаю именно сексуальность показываешь я не знаю там девушка там какие-то вырезы какие-то такие вот именно это конечно вам скажут и типа но здесь ты просто видно что такой турист который случайно занесло нас накид баулы никто тебе ничего не скажет и все все понимают что случайно там оказался не специально и ты не знала что такое а вот но в целом больше лучше одеваться до таких местах особенно девушка парням еще я майки был алкоголички хрен бы с ним парни и парни по девушке девушкам надо чтобы эти поколения были закрыты можно юбки носить но желательно чтобы колени были закрыты в таких местах их не так много еще раз их очень мало и чтобы локти были закрыты можно идти даже вот в какой-то типа майки на чтобы локти были закрыты на самом деле как бы вот штукенцы все время ходят шорты тут вот которые по бедрышка как у курочки по бедрышка и вот какой-то майки свою посюду ни разу никто нам ничего не сказал за полгода мы везде как бы ходим когда жарко мы одеваем самые наши шорты и нас заносило тоже на какие-то религиозные улицы никто никогда ничего не сказал потому что ну вот если видят чуваки то что вы такие такого вида туристического то есть туристов никто не обижает никогда вот так что мне кажется все эти истории они именно идут чаще всего либо просто бывают люди сумасшедшие просто они среди всех бывают светские религиозные какая разница и вот они могут как-то вот неадекватно реагировать это огромная редкость то есть как бы с такой же степенью вероятности какой-нибудь сумасшедшие там светский человек может вам тоже чем в ухо там крикнуть в автобусе то что при учетом бассейне обострение это крайне редко бывают такие вещи и но если вы хотите себя обезопасить от этого то одевайте ходите все хорошо следующий момент касательно шляпы кстати ну типа тоже религиозных таких вот местах где религиозные святыни принято одевать кончик бейсболку шляпу что угодно если вы не религиозный человек из вне иудеи не надо носить кипу просто это как бы вы выдаёте себя иудея только если мы взяли временную у вас нет кипова пришли в синагогу и делать нечего нужно одеть вот эту вот кипу там на входе лежат можно и напялить на себя это не считается как бы но не нужно косить под еврея не нужно косить под такого под еврея это можно на если вы еврей помановки тут ты можешь относить кипу и должен это хорошо носит напрени еврей по маме и ты одеваешь вот эту что вот Киев, и ты не иудей, это как бы не очень считается. Потому что даже в синагоге, я просто читал про это, мне интересно, я сам не еврей, и просто мне интересно, и не религиозный человек абсолютно, просто мне интересно это, всякие культурные особенности, вот эти религиозные. И там такое есть правило, то что если в синагоге там есть 10 евреев, то там считается, вот то, что они там делают, считается правильным. А допустим, вот вы пришли в синагогу, а вы не еврей, слушайте, даже если вы иудей, по-моему, вы не еврей, и из-за этой кипы вас могут принять, собственно, за еврея, и оказывается, что у вас там 9, а они сделали как будто бы 10, в общем, будет нехорошо. Так что, короче, все очень просто, в любые религиозные заведения желательно прикрывать там голову. Я, например, дурак, не знал, когда я пришел к стене плача, к такому главному месту, в плане религии, одном из главных, я не знал, что там нужно одевать эту кипу, не знал, что нужно прикрывать голову. Мне потом в комментариях это написали, поэтому я тупо пошел такой спокойно, подошел к стене, потрогал ее и пошел обратно. Мне никто ничего не сказал, там нигде ничего я не увидел, что там что-то было написано. Я же, естественно, я стесняюсь в этом месте быть вообще религиозным. И, естественно, я там тоже вот так вот, знаете, не осматривал, где тут, что, как, я стесняюсь, я так быстро, ну не то, что быстро, не так подошел, потрогал и ушел. Не рассматривал там все, ну как неприлично люди там молятся, я там буду рассматривать что-то. Вот, но мне ничего никто не сказал. Вот, если бы я знал, я бы, естественно, одел там шляпу на себя какую-нибудь, что-нибудь. Там есть временный кип. То есть, ну, желательно это одевать. Ну, если, ну, часто вам могут это не сказать никто. Вот, как мне не сказали. Около стены плача, извините, это как бы нонсенс. Но мне никто ничего не сказал. И, как бы, я это сам не понял. Если бы там был какой-нибудь огромный знак, типа, без шляпы запрещено, я бы ее одел. Вот, но тем не менее, вот, лучше, в общем, быть умным и заранее эти вещи где-то вот прочитать или посмотреть это видео. Вот, вы молодец. Следующее, ну, вот, в общем, мы поговорили про многие запреты. Я хочу еще поговорить про одну вещь. Я читал, люди пишут глупости часто. Например, пишут, запрещена критика Израиля. То есть, кто-то на заборе что-то прочитал. Мол, запрещено критиковать Израиль, запрещено критиковать там правительство или что-то. Это полная дичь. Нет таких законов. Вы можете что угодно говорить. Тут свобода слова абсолютная. Слобода прессы. Единственное, что есть, естественно, запреты на пропаганду нацизма, расизма, ксенофобии. Там призывы какие-то. Призывы к насилию и терроризму. Да, или какую-то клевету вы прям хреначите. Конкретно адресно. Но эти законы, они во всех странах одинаковые. Но именно вот такой момент, что критика любая, она как бы разрешена. Тут нет никакого законодательного запрета на критику. Поэтому посмотрите любые новости израильские. Посмотрите высказывания политиков, которые сидят в парламенте, в сторону друг друга. Тут свобода слова больше, чем во многих странах Европы. Вот так что тут не запрещена критика Израиля. Законодательно нет никаких законов. Вот про что я хотел с вами сегодня поговорить, рассказать. Пишите комменты, потому что нужно добавить сюда. Я хочу вот эту статью на иероглиф я выложу. На сайт иероглиф.ком хочу выложить статью, где будут все вот эти запреты, чтобы просто люди не попадали в нехорошие ситуации. Потому что такого списка я не видел нигде. Списка запретов. И за что штрафуют, за что не штрафуют. Я это отсортировал. Прямо законы, рекомендации, религиозные рекомендации. Так что давайте заходите на сайт иероглиф.ком. Вы там увидите законы, правила. Все вот эти вот правила, которые я сейчас рассказал. Некоторые, кстати, забыл добавить. Я про них сейчас говорил, но не добавил их в текст. Я сейчас добавлю. Все не забуду. Пишите комменты, не нарушайте. Будьте законопослушными, добрыми израильтянами и гостями Израиля. С вами был Иероглас. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok